Продолжение следует... Больше всего запросов 2384 поступили из США. За ними следуют Финляндия 950, Россия 679, Великобритания 519 и Канада 422. По словам Серит Шутинг, координирующий новую услугу, сейчас ходатай может получить свидетельство в эстонском департаменте полиции и погранохраны. Затем планируется наладить выдачу электронного удостоверения и в зарубежных представительствах. Статус э-резидента Эстонии может получить человек, не являющийся гражданином или постоянным жителем страны, но который желает использовать систему электронных услуг, которая у нас очень развита. В принципе, это удостоверение будет напоминать всем нам известную ИД-карту. С ее помощью человек может пользоваться электронными услугами Эстонии, если он инвестор, предприниматель, специалист или ученый, связанный с нашей страной. По замыслу, цифровая идентификация э-резидентов будет способствовать вовлечению живущих за рубежом граждан других стран в экономику, науку и сферу образования Эстонии, также развитию ИТ-среды и повышению привлекательности страны. Возможность получить такой документ в зарубежных представительствах появится во второй половине следующего года. Но нам не стоит опасаться того, что в отечественные базы данных проникнут люди с дурной репутацией. Ходатайство следует присылать в письменном виде, а при получении документа ходатай должен будет предоставлять и необходимые данные, например, отпечатки пальцев. Также Департамент полиции и погранохраны имеет право проверить репутацию человека и его участие в сделках, сделав запрос в другие организации.